У нас сегодня свидание правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Она впервые собирается в относительно обновленном составе, имея в виду новый состав правительства. В числе ее главных задач остаются прежние задачи. Это прежде всего соблюдение государственных интересов при принятии решений о серьезных фундаментальных сделках и формирование благоприятного инвестиционного климата в нашей стране. Наша задача заключается в том, чтобы, с одной стороны, государственные интересы не пострадали, а с другой стороны, мы должны минимизировать административные барьеры и расширить спектр отраслей, которые перспективны для инвестиционных вложений. За последние годы был принят целый ряд решений по упрощению процедуры контроля за зарубежными инвесторами и инвестициями. Упрощен порядок рассмотрения соответствующих обращений, сокращен перечень видов деятельности, которые имеют так называемое стратегическое значение и облегчен доступ иностранного капитала в некоторые сферы экономики. Совсем недавно на предыдущем заседании правительства мы с вами тоже рассмотрели вопрос о деятельности нашей комиссии. В законодательство об иностранных инвестициях будут внесены поправки, которые позволят исключить повторное рассмотрение комиссии решений о предварительном согласовании сделок, в случае, если заявитель выполнил необходимые действия, обязательства исполнил. Они дадут возможность продлевать сроки действия таких решений. Ну и, конечно, контрольные процедуры, надеюсь, будут, с одной стороны, проще для исполнения, а с другой стороны, более эффективными. На сегодняшнем заседании мы, как и положено, рассмотрим целый ряд ходатайств о сделках со стратегическими активами. Наша задача в соответствии с законом определить, насколько экономически выгодны и обоснованы предложенные бизнес-проекты, ну и отвечают ли они требованиям, связанным с обеспечением безопасности нашего государства. Ну и, конечно, работа в рамках единого экономического пространства из Белоруссии, из Казахстана, вступление России во Всемирную торговую организацию, в целом, привели к увеличению емкости нашего рынка. Нам еще только предстоит научиться работать в новых условиях. Они создают для нашей экономики новые возможности, что признается абсолютно всеми, но и, конечно, создают определенные сложности. Поэтому нам нужно определиться, как работать в этих условиях и целях. Упрощен порядок рассмотрения соответствующих обращений, сокращен перечень видов деятельности, поправки, которые позволят исключить повторное рассмотрение комиссии решений для исполнения, а, с другой стороны, более эффективными. Теми правилами, которые существуют для деятельности нашей комиссии. Спасибо всем. Прежние задачи – это, прежде всего, соблюдение государственных интересов и формирование благоприятного инвестиционного климата в нашей стране. 147 ходатайств инвесторов. Но, надо признаться, что отказы насильные буквально единственные. Давайте начнем работать в соответствии с теми правилами, которые существуют для деятельности.